Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Встречаюсь с девочкой, у нее есть друг, или друг любит ее. Она об этом знает, не говорит, что у них ничего не может быть, типа не волнуется, бывает проводит время вместе. Иногда упрекает меня, что друг что-то делает, говорит ей, а я этого не делаю. Меня это напрягает, подскажите, что делать, как себя вести, и есть ли вариант ставить условия, либо я, либо он. Ну, я не знаю ни одного случая, когда условия, а это не условия, вообще-то. Это больше похоже на ультиматум. Так вот, я не знаю ни одного случая, когда ультиматумы, ну, что-то решало бы. В основном, в основном, вот, ультиматумы только лишь усугубляют, ну, усугубляют ситуацию. Вот, поэтому ультиматумы ставить лучше, наверное, не надо. Это первый момент. Дальше. Значит, то, что вы чувствуете ревность, а это нормально. То есть, ну, вот, именно, что ревновать, да, нормально. То, что вам это не нравится, нормально тоже. То, что девушка как-то сравнивает вас с ее другом, вот. Это неприятно. Это неприятно. Это показывает, что девушка, ну, как бы, не воспринимает вас в этом смысле как личность. Она воспринимает вас, просто как людей, с которыми идеи хорошо. Вот. К сожалению. И в этом, пожалуй, есть большая и серьезная проблема. Вот. Но проблема, это также и ваша. Ваша. Потому что раз вы в каком-то смысле ну, скажем так, позволю ли себе оказаться в такой ситуации, вот, то, наверное, и вам сложно воспринимать себя как личность. Хотя понятное дело, что могут быть какие-то нюансы. Понятное дело, что могут быть какие-то аспекты, которые я сейчас, например, не учитываю. Да? Но, на мой взгляд, то, что вы выбрали вот такую девушку, которая так относится, например, к вам, говорит о том, что также вы можете относиться и к себе. И, конечно, я отдаю себе отчет в том, что вам, может быть, не по душе то, что я говорю. Но, тем не менее. Вот. Значит, по поводу того, что делать, нужно определиться, что делать, чтобы что. Потому что что-то вы можете сделать только для себя. Вы вряд ли, вряд ли, ну, вряд ли вы можете сделать что-то для девушки, то есть, ну, предполагая, предполагая, например, что могли бы ее изменить как-то. Нет, не могли бы. Девушку вы не измените. это очень важный момент. Но вы можете выразить ей, собственно, свои чувства, вы можете рассказать ей о том, что вы чувствуете, как вы к этому относитесь, и посмотреть на ее реакцию, посмотреть на ее поведение, на ее отношение к этому. И уже из этого делать выводы о ней, о себе и о будущем ней. Понимаете, да? Вот. Такая история. Дальнейшее пребывание в таких отношениях может негативно сказаться на вашем восприятии себя. Дальнейшее пребывание в таких отношениях может сказаться очень негативно на том, как вы относитесь к себе, к тому, что вы о себе думаете, как себя воспринимаете и так далее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго.